Дорогие друзья, здравствуйте! А на связи у нас Игорь Цесарский, и мы начинаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Итак, очередной выпуск Радиоблога. Сегодня с удовольствием представлю вам Александра Фитца, своего друга, писателя, публициста, человека, который работал, бог весть, только в каких знаменитых изданиях, начиная со славного города Ташкента, потом уже в Германии, в русской Германии, с Радио Свобода сотрудничал, имел дело и с некогда известным, но уже почившим Бозе новым русским словом, и вот теперь я очень рад, что он сотрудничает с таким изданием, как «Континент», к которому я имею очень прямое отношение. Но повод для того, чтобы, Саша, с тобой сегодня увидеться, еще более приятный, чем то, о чем я сказал до того. Привет! Привет! Вот, а повод такой, вот кто нас смотрит, кто нас смотрит еще и на ютубе, может увидеть следующее. Вот эту книжку, видите, я ее специально показываю. У меня день начался с хорошего, а именно с того, что я получил от Александра Фитца с очень теплой, хорошей душевной надписью, автографом вот эту книгу, называется она «Кружка Грааля». Это последнее по срокам издание автора, и, ну что, еще более радует меня то, что там есть один рассказ, который впервые вышел как раз у нас в «Континенте», то есть не в интернет-газете, которую хорошо знают, а в нашем литературном, более молодом издании, которое сейчас вот-вот-вот готовится и на бумаге осталось буквально несколько дней, так вот «Новый континент», который «Альманах», существует в интернете и в первом же пилотном выпуске, там твой вот этот рассказ, как он называется? Напомни. Борис и Ромарио. Борис и Ромарио, совершенно точно. Вот, ну, я думаю, что и некоторые другие рассказы, которые в эту книгу вошли, появятся еще в «Континенте», почему? В «Новом континенте», скажем так, литературном, почему? Потому что они существуют в книге, но ты очень благоразумно сделал, что никуда их не отдал, я имею в виду в переходику. Вот здесь опубликовано, только в книге. Только в книге, все. Поэтому у нас прекрасный шанс эксклюзивно подавать это по мере того, как, в общем-то, ты будешь присылать нам. И более того, это послужит, я надеюсь, тому, что американские читатели, а у нас в основном все-таки американский читатель, кто на русском читает в данном случае, оценит и, возможно, захочет как-то эту книжку уже целиком получить. А тут уже ты вполне себе объяснишь, как это сделать. Тем более, она очень прилично издана, мне понравилось, и хорошее оформление, твердый переплет, замечательно. И вот «Рус, Дойч, Медиа» – это вот об этом издании. Ну и, наверное, о книжке, как она возникла, из чего она состоит. Ты пару слов скажешь, а потом мы, естественно, не можем обойти стороной. Твой город родной ныне под названием Мюнхен, и ваши дела скорбные, а может, и веселые. Всякие, Саша. Ну вот расскажи немножко о книге. Значит, эта книга вышла в издательстве «Рус, Дойч, Медиа», которая курируется Международным союзом немецкой культуры. Это вторая моя книга, которая вышла в этом издательстве. Первая, вот они у меня. Первая – это «Немецкие тайны» и «Кружка Грааля». Так вот, «Немецкие тайны» сейчас тираж допечатан, разошлась. Хорошо. И расходится. И «Кружка Грааля» тоже продается. Хорошо. Но это выпустили они меня, за что я благодарен им. И прежде всего Ольге Мартенс, заместителю председателя Международного союза немецкой культуры. Почему я ее благодарю? Потому что более, я думаю, они меня издавать не будут. Потому что остальные… А я тебе объясню, кроме меня, писателей, которые… Российских немцев, официально. Но человек 400-600. А… 400-600? Это где? Ну, что-то вот такое. Они, ну, я не знаю, их много объединений. Этих много. Хорошо. А где они в Германии? В Германии? В основном в Германии где-то человек 500 еврейских писателей, человек 500 немецких писателей. А книжки, как видишь, выходят только мои. Это… Это только те, кто в Германии находится, вот и пишет, да? По-русски, все пишут по-русски. Все пишут по-русски. Хорошо. На немецке есть один писатель, известный, хороший, мощный, российский немец, Виктор Штрек. Он мой друг. Хорошо. А остальные, ну, сам понимаешь. Так вот, вышла книга. Я, пользуясь случаем, Игорь, хочу сказать большое спасибо людям, которые не только ее выпустили и знали, не только Ольга Мартинс и ее помощники, а люди, которые рассказали о ней. А это Роза Штайнмарк. Это все литературные критики очень известные. В Германии, в России, в мире Роза Штайнмарк, Татьяна Куштевская, Ольга Силантьева, Нина Шполянская, наша землячка из Ташкента, Роман Арбитман, ну, сам понимаешь, тоже не хухры-мухры, Генрих Дауб и так далее. Где это опубликовано? Московская немецкая газета, Русская Германия, еженедельник берлинский, Клаузура, московский очень раскрученный, такой модный журнал, Наша молодежь, московский журнал, Твой новый континент, ну и так далее и тому подобное, Партнер, ну, это в Дортмунде выходит журнал. Написали еще небольшие заметки, они вышли и в Болгарии, и в Казахстане, и в Узбекистане, уже везде. Замечательно, это... Я доволен, это десятая книга. Десятая книга, юбилейная. Ну, хорошо, о чем она, несколько слов? О чем? Подожди, презентировалась она, презентация этой книги была, представление, не где-нибудь, а в Мюнхенской ратуше. Впервые в истории. Книжка на русском языке презентировалась в Мюнхенской ратуши. В один и тот же день, в этот же день, Мюнхенская Бавария праздновала свою победу в Кубке Германии и в первенстве Германии по футболу. Вот я в одном зале, они в другом зале. Я надеюсь, весь народ был у тебя, а у них-то там чего? Ну, у меня было полно. Все, кто к ним не попал, пришли ко мне. Теперь, Игорь, 6 ноября старейший в Европе центр русской культуры «Мир», который возглавляет бессменный президент правления Татьяна Лукина, красавица, красавица. У меня все вот эти рецензенты красавицы. Если бы ты видел Ольгу Мартинс, которая издательница, с ума бы сошел. Ну, просто на повал валится. Однако, о резиденте я вообще не говорю. Так вот, там у меня будет, значит, у нас есть как Баварская государственная канцелярия. Ну, это типа нашего Совмина. Вот наш Совмин устраивает мне литературный вечер. Вести его будет Таня Лукина. Ну, слушай, замечательно. Ну, о чем после этого может мечтать пожилой человек? Так, не надо про пожилого человека. О чем книжка? Давай лучше о молодом писателе. Ты начнешь писать отнюдь не в 20 лет, так что... Значит, суть повесть Грааля, почему называется «Три кружка Грааля». Все мои рассказы, все, что я пишу, это документально. Я ничего не придумываю. В Берлине жил один писатель. И у него в канун своего 80-летия хороший писатель. Он вызывает своего лица секретаря и говорит, слушай, Шура, его Шура, я хочу отметить свое 80-летие не абы как, а в пуфе, то есть в веселом доме. Никогда не был там, а вот хочу отметить. Ну, и вот с этого начинается завязка произведения. Действительно, он отмечает его в веселом доме, все прочее. А почему у него такая сила? И вот три группы писателей, русские, еврейские и немецкие, задаются вопросом, откуда у этого человека такая творческая и сексуальная сила? А оказывается, у него есть кружка, которая якобы стояла в день тайной вечери на столе у Создателя и подзарядилась. Это вот такой, значит, такой. Ну, ты заработал, да. И вот эти три группы хотят завладеть этой кружкой. И в этот момент к ним присоединяется четвертая группа русских патриотов. О, Боже. Ты представляешь? Ну, а дальше, а дальнейшее рассказывать не буду. А дальше лучше почитать. Я понимаю. Да, да, да. Ты знаешь, ты, конечно, заинтриговал читателей, но мне это произведение знакомо. Я имел счастье прочесть, хотя не все рассказы. Тут же вошли многие рассказы, вот и Борис Ромарио мы напечатали, соответственно, я имел возможность почитать, кружку играли, я тоже читал, а вот некоторые произведения для меня будут вновь. Но, кстати говоря, я понимаю, что то, что ты сейчас говорил про документальность, это совершенно точно, эта кружка там и стояла, где ты сейчас сказал. То есть я в этом не сомневаюсь. Но вот документальная основа, она не случайна, все-таки журналистика это первое твое и призвание. Призвание вынужденное занятие, надо было как-то кормиться. Да, и многие книги, которые я твои читал и до того, и там все-таки очень много и очерков, очень много посвящено действительно реальным людям, но всегда это делается не просто, как это делалось, условно говоря, в советские годы, с определенным уклоном в такую, скажем так, рабоче-крестьянскую тематику, производственную и так далее. А тут о людях что-то подмечено, что-то веселое, что-то грустное. Ну, то есть всегда есть тот юмор, который, в общем-то, что в твоих письменных, что в устных рассказах, я лично очень ценю. Ну, как и другие твои друзья, потому что ты умеешь зарядить своими рассказами о тех, кто иногда и не подозревает, что ты о них говоришь. Но мы держим тайну, мы не раскрываем имена, мы слушаем, радуемся и так далее. Ну, хорошо. Значит, с книгой поздравляю. Надеюсь, что и в Америке найдутся люди, которые захотят с ней познакомиться. Почему? Потому что здесь есть в том числе и о людях, которые в Европе, которых судьба забросила ну вот на свою родную землю, кто вернулся. В данном случае мы говорим о российских немцах. Опять же, мы говорим о еврейской эмиграции в Германию. Немаленькая. Кстати, мой первый редактор, который принял меня на работу, произошло это в городе Красноярске. И он редактировал газету «Ленинское знамя». Анатолий Самуилович Бердичевский живет в Нью-Йорке. И я до сих пор с ним переписываюсь. Ну вот видишь. А, если бы мы заговорили о евреях, то Борис Иромарио, главный герой, он ведь чистокровный еврей из города Днепропетровска. И когда я записал этот его рассказ, я спросил, Борис, ты хочешь, чтобы так и было? Он сказал, только так. Правда и только правда. Но если люди прочтут, это кошмар. Ну, ничего кошмарного нет. Я думаю, что кое-кто и читал, потому что он же в «Альманахе», он же в электронном виде уже был. Поэтому кто следит за литературой, причем, замечу, хорошей литературой, мимо не прошел. Я так думаю. Вот. Ну, видишь, как мы почти весь первый наш сегмент передачи использовали на такую скрытую маленькую рекламу. Я смеюсь. Конечно, приятно говорить не только о неприятных вещах, но и о том, что вот такие события, как выход в книги, как иногда рождение там внуков, правнуков, что-то вот иногда приятное нужно обсуждать, а не только вот всякие нехорошие вещи, связанные будь то с фрау Меркель, будь то с нашими всевозможными персонажами здесь, в Штатах. Ну, вот, я думаю, ты не пропустил последний мой, перед предыдущим мой эфир до нашего сегодняшнего разговора с Яковом Фрейдином, который, видишь, побывал, я и не знал, а он мне сообщил, что он в твоем родном городе Менхене, побывалось, вот его впечатление, и, собственно говоря, вот как оно теперь? Позвратить ему или согласиться? Ну, я не знаю. Ты там живешь, он-то гостем, проехал. Ты представляешь? фракостное впечатление осталось от этого города. Почему? Ты понимаешь, я его слушал и был потрясен. Человек, по его словам, не был здесь у нас где-то лет 12, может, 15, где-то так. И он так точно, так верно все рассказал, он же не живет здесь. Он приехал, ну, было 3-4 дня, ну, все, просто выше всяких похвал. Тем более, он не профессиональный журналист. Молодец. Но, если кто не слушал, не смотрел, и кого-то интересует ситуация в Германии и в Мюнхене, послушайте, посмотрите Якова Фрейдина. Или, если вас интересует ситуация в Европе, послушайте Михаила Беллера, или Панасенкова, Евгения Панасенкова. К сожалению, я с ними полностью согласен. Почему? Потому что то, что они предрекают Европе, весьма и весьма мрачно. Потому что они говорят, что самоубийство Европы и европейской цивилизации совершенно очевидно. к сожалению. Вот так. Но я-то где я только не жил, в том числе мы жили с тобой и в Ташкенте. Мы знаем, что такое многонациональное, многоконфессиональное общество. Долгое время в Ташкенте это было все очень даже нормально, а потом стало не очень нормально. Так здесь мы стоим на пороге, что здесь станет очень очень ненормально. То есть то есть вот ну с момента скажем последних ну мы отсчет какой-то ведем. Вот мы знаем момент, когда фрау Меркель объявила, что ворота открываются для всех. То есть приезжайте мы вас примем с распростертыми объятиями. потом случились выборы, где к ее не только ее огорчению правая партия неожиданно была больше голосов, причем она свеженькая еще в политике они ну как партия да, она только возникла и они сумели достаточно много на волне отрицания такой политики, но тем не менее что-то изменилось от того, что вот противодействие такое происходит хоть от какой-то части общества? Нет, Игорь, ничего не изменилось так называемая правая партия они не правы они скорее центристы это люди которые вышли из партии христианских демократов и социал демократов которые хотели какого-то разумного развития страны страны и Европы ведь что у нас сейчас происходит сейчас экономика Германии на грани большой пропасти в которой она может трухнуть почему потому что нужно менять нужно водить робототехнику роботов как это сделали южные корейцы как это сделали китайцы японцы мы уже отстаем от них грядет большое сокращение рабочих на ряде предприятий так а нам сюда завозят миллионы этих людей из Африки и Азии говорят что это беженцы из в Сирии нужно спасать принимать ну хорошо беженцы из Сирии а причем здесь тогда миллионы африканцев непонятно это никто не объясняет говорят что нужно их спасать и все ходят гордые напыщенные политики вот мы спасаем вы кого спасаете вы чего спасаете ну миллион ну пять миллионов ну вы же не можете всю Африку сюда завести кстати мало они хотят ничего невозможного да между прочим мало кто знает как-то обращает внимание что Африка в три раза больше Европы а вот эту статью как раз ты своего друга и мы ее печатали но мы об этом об этом уже расскажем во второй части передачи потому что сейчас нам несколько минут отдохнуть послушать важные рекламные объявления и мы вернемся оставайтесь ну что ж мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским Игорь здравствуйте еще раз добрый день Володя добрый день уважаемые радиослушатели напоминаю что сегодня у нас в гостях писатель публицист из Мюнкина Александр Фиц немножко о книге которую еще раз я вам покажу кто еще не отключился кто готов увидеть называется она Кружка Грааля ну название само за себя говорящие мы о ней немного рассказали кто захочет больше узнать заходите в тот же новый континент заходите к нам в фейсбук там мы тоже кое-что пишем в том числе и о новых книгах тем более о хороших книгах о плохих стараемся не писать и не читать их тем более ну Саш мы начали уже перешли на дела более скорбные и упомянули статью которую как раз мы тоже в интернет издании с вами печатали относительно Африки очень любопытно да вот все вроде в школе географии учили да помнишь вечное вот что мы там на одной шестой части суши ну тогда когда еще был союз советских социалистических вот а потом как-то стал он поменьше потому что слава богу оцепились некоторые страны нынешние территории и так далее вот и так он слегка стал в объемах уменьшенный и одновременно забыли почему-то про африканский континент вот там вроде много стран но он какой-то такой вот а тут я вспоминаю эту школьную программу оказывается сколько он занимает одну пятую да одну да одну пятую то есть ну скажем так не будем не цензурно говорить но скажем место до и больше да 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 и но при этом только континент Азии больше Африки да ну у нас вот есть звонок может мы примем его и услышим чье-то мнение добрый день слушаю вас здравствуйте здравствуйте у меня вопрос к нашему гостю да пожалуйста как вы думаете что заставило вашего канцлера совершить эту роковую ошибку и напустить в страну такое количество варваров которые ее в конце концов как вы считаете разрушат ну вот такой вопрос это сложнейший вопрос на который никто не имеет ответа но есть несколько вариантов первый вариант Германия после 45 года бесконечно хочет обелиться перед человечеством точнее хочет сказать что вот мы осознали свою вину свой грек свое вот это да 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 и поэтому мы теперь открыты для миллионов африканцев миллионов азиатов мы вот всех любим и вот мы их всех примем а весь мир увидит и скажет о а немцы уже исправились а немцы уже хорошие да но весь мир вместо этого по крайней мере как я я смотрю думаю весь мир так смотрит на них и говорит а немцы что-то тронулись сознанием они что-то приехали ну действительно ну примем приняли мы 3 миллиона этих африканцев 2 миллиона азиатов но там-то осталось еще 150 миллионов так не лучше ли вот эти деньги которые мы тратим на их содержание потому что толка от них никакого отправить туда и помочь там в Африке им производство наладить войну прекратить еще чего-то это же глупо что такое Германия это голов булавочная головка по сравнению с Африкой и ситуация у нас сейчас взрывоопасная потому что здесь нельзя говорить о каком-то грядущем противостоянии немцев и африканцев немцев и мусульман нет есть шииты есть суниты а оказывается вот теперь-то я знаю что африканцы они далеко не единодушны у них крупные разборки друг с другом и все это имеет место быть уже на территории Германии и есть такие разговоры что в следующем году это начнется во всей Европе ну ладно бы если бы это было в одной Германии как-нибудь бы Франция Англия и так далее справились но это во всей Европе происходит вот в чем кошмар Саша попробую еще у нас есть звонки еще слушаю вас здравствуйте 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 пожалуйста вот Германия раньше во время войны мы знаем что делать сейчас хочет мирным способом приволоть себе население заставить работать а потом их уничтожить как они всегда это делали и много таких дураков в мире я как понял заставить заставить работать всегда Германия проводила детей всех кровь брала убивала а потом так сказать ну то же самое сейчас хочет сделать только прикинуться другим методом так я спрашиваю дураков в мире много таких или не очень спасибо за звонок правда я не очень понял вопрос это которых заставить работать это имеется ввиду азиаты и африканцы да ну вроде того как а потом чего-то Германия находится давай попробуем принять еще звонок потому что не очевидно мы вас слушаем в эфире здравствуйте здравствуйте вот у меня тоже вопрос к Александру продолжение почему это сделала Меркель вы начали говорить о том что есть несколько вариантов вот вы знаете мне кажется один из вариантов я конечно не уверена но один из вариантов почему-то все это случилось именно тогда когда нашим президентом стал первый мусульманский президент барак Хусейн Обама не пообещал ли он что-то и что там творилось потому что вообще-то говоря сейчас идет примерно такая же схема как когда-то Сталин и Гитлер а сейчас мусульмане и левые поэтому в связи с тем что сама Меркель похоже что была креатура штази потому как она из восточной Германии и есть сведения что она вообще-то говоря была не совсем просто профессором короче говоря вот что вы думаете на этот счет и так далее это первый вопрос а второй если можно в связи с тем что вы еврей я еврейка и я вот знаете не понимала как это могут евреи ехать в Германию вот какие у вас были чувства почему вы выбрали Германию и не жалеете ли вы об этом спасибо ты можешь со второго вопроса начну отвечать я не совсем еврей я российский немец и по папе и по маме я родился в ссылке в северном Казахстане мои родители волынские немцы мама родилась в Киеве папа родился в Шитомии полный немец так с этим решили теперь со вторым вопросом ну коли мы заговорили о евреях о Меркель и о ситуации позвольте я вам процитирую Михаила Иосифовича Берлера глубоко но и уважаемого историка точнее философа писателя публициста у него только что вышла хорошая книга называется Еретик и вот он в этой презентация была в Москве и вот в ходе этой презентации он выступил с краткой но очень емкой речью я только маленький фрагментик ее записал вот Михаил Иосифович говорит почему евреи запада которые процветают как никогда за три с половиной тысячи лет своей истории на западе сегодня придерживаются левых убеждений и уничтожают те самые государства и цивилизацию в которых они живут и говорят нужно принимать как можно больше наших славных исламских братьев в упор не видя и не осознавая что эти самые исламские братья имеют первую и главную мечту выразить всех евреев и поделить между собой их добро но сказать так продолжает Ле Беллер в левом еврейском обществе означает быть названным фашистом и быть изгнанным отовсюду этой смертельной для себя и для всей Европы точки зрения придерживаются не только к сожалению евреи но и власти Германии то же самое я могу сказать обо всех немцах живущих в Германии особенно западных немцев особенно коренных они глубоко убеждены что вот они делают добро принимая этих людей и они стоят и просто восхищаются собой своим благородством вы понимаете им кричат эй ребята это все плохо кончится но они не слышат вот в чем дело поэтому делить в этой ситуации людей на евреев неевреев немцев французов англичан нет часть европейского общества ну и я я еще добавлю от себя относительно того что фрау Меркель встала по стойке смирно перед нашим бывшим слава богу президентом бараком обамы это у меня большие сомнения естественно у них есть много общего видения этого мира тут я ничего не могу сказать но каждый решал естественно свои шкурные вопросы правда эти шкурные вопросы очень вот идут в разрез с жизнью общества как американского так и немецкого так вообще и Европы в целом вот благо сейчас англичане задумали очень правильную вещь дай бог чтобы у них получилось у нас есть звонки наверное еще Володь сейчас нет пока звонков поэтому можно продолжать хорошо вот ну на чем вот появился у нас звонок как раз давайте мы примем слушаем вас здравствуйте алло здравствуйте я хочу поприветствовать нашего гостя мне кажется что я кружку грааля читала когда-то давно очень это первое второе я хочу спросить его что он посоветует читать более-менее меняемым анализом того что происходит сейчас в Германии ну и во Франции в Англии неважно Германии первое что у меня например подруга в Германии очень умница большая чудесный человек и когда Меркель открыла ворота и я ей что-то такое написала типа там что мол какой ужас что у вас будет или что у вас там началось уже тогда началось она мне все время говорила значит ну мол ну что ты говоришь мы переваривали и не такое количество мигрантов на столько-то а их вот столько-то и все будет хорошо потом со временем каждый раз когда я посылаю какую-то статью про например вот эту партию как она там называется новая в Германии как это A A D забыла она мне говорит да о чем ты какую-то желтую прессу читаешь какие-то мне статьи посылаешь это же вообще они вообще просто фашисты и посылают мне там какой-нибудь ролик ну да там есть в этой партии они начали избавляться там было какое-то количество людей которые так вот высказывались но в основном это передовая партия A потом маленькая буква D альтернатива для Германии да да альтернатива для Германии да можете вы что-то мне сказать во-первых об этой партии во-вторых как молодежь относится как разделяется русскоговорящие люди сколько там сколько примерно процентов леваков и сколько нормальных людей и где вообще читать материал и посылать такой материал чтобы она по крайней мере не говорила что это желтая но я вообще-то желтой литературы не читаю честно сказать спасибо спасибо вам за вопрос Саша я уже говорил о партии альтернатива для Германии в нее вошли консерваторы из двух партий христианских демократов и социал-демократов так это нормальная партия вполне естественно конкуренты ее обзывают всякими словами потому что она с каждыми выборами набирает все больше и больше голосов кстати в этой партии есть отделение которое называется евреи за альтернативу для Германии российские немцы за альтернативу для Германии сейчас как слышал создаются турки за альтернативу для Германии понимаете поэтому это то что настроится что вам читать я уже говорил читайте и слушайте Евгения Панасенкова и Михаила Беллера потому почему потому что они дают общую картину происходящего в Европе общую они оба философы оба историки оба высочайшие интеллектуалы что касается вашей подруги ну оставим без комментариев не хочу ее обижать спасибо наверное интересно было услышать еще кто из живущих в Германии но ты скажешь потом наверное потому что есть несколько звонков попробуем принять добрый день слышим вас добрый день вы говорите о том что Меркель привезла первых мусульман привезли американцы сразу же после войны привезли турков потому что нужно было Германию после того что разрушено было во время войны нужно было восстанавливать и нужны были рабочие силы а в Германии не было много погибло и не было извините а как вы видите что американцы привезли ну был план маршала но причем это все неправильно все это неверно все это не так и спозволю сразу скажу первые турки приехали из Анатолии и приехали также португальцы греки и все прочее они приехали в Германию уже в момент когда свершилось так называемое германское чудо в тот момент когда Германия была восстановлена в тот момент когда она трещала уже от денег и от успеха и тогда были привезены из Анатолии бедные слои населения которые буквально помирали там от голода для того чтобы их как-то подготовить поддержать ничего они здесь не строили как они могли строить если они не умеют строить ну что вы говорите это не серьезно у нас еще звонок пожалуйста слушаем вас алло алло говорите здравствуйте уважаемый Александр скажите пожалуйста как эта партия альтернатива для Германии относится к Путину представляю как она относится к Путину искренне вам говорю это партия которая волнует будущее и настоящее Германии прежде всего если я как понимаю Путин будет удобен то она будет хорошо к нему относиться сейчас они полностью сконцентрированы на внутренней политике Саш тут такой подтекст есть такие партии как той же Липен и так далее которые пасутся в Москве ну и ищут определенных денег поддержки и так далее вот что тут наверное имеется ввиду есть ли такое денег ты понимаешь это известно это нет пытаются там что-то прилепить естественно там много очень недостойных людей в эту партию влезло новая партия всякие шарлатаны жулики проходимцы это все имеет место быть да это не значит что это партия таких святош ничего подобного понятно но его бы никогда не было не будь вот этого обвала с эмигрантами я понял что эмигранты будут здесь работать ну не нужно же вы же взрослые это наивно предполагать так Володя у нас есть звонки еще слушаем вас здравствуйте здравствуйте хочу сказать что в 79 году когда я эмигрировал из Советского Союза и был в Вене и в Вене распределяли куда вы хотите поехать ну если не в Витра и самое тяжелое куда было попасть это была Германия Толстовский фонд только занимался Эрикен и никакие еврейские организации не занимались этим и поэтому о том что так много наехало которые не нужны были я в это очень плохо верю ну наверное хорошо спасибо Саша наверное у тебя есть свои какие-то я совершенно точно говорю тогда вот вы путаете действительно ведь Германия принимала не потому что она хочет или не хочет у нее существовал определенный договоренность с правительством Израиля а правительство Израиля было заинтересовано в том чтобы евреи Советского Союза перемещались в Израиль теперь что касается приема из Турции из Греции из Португалии Испании из Алжира Туниса это все было сделано по давлениям НАТО потому что нужно было спасать помочь Турции потому что Турция была в тяжелом состоянии нужно смотреть ситуацию в тот промежуток времени понимаете помочь своим союзникам потенциальным поэтому их перемещали в более сытую более благополучную Германию где они жили и вот турки обжили здесь работают живут все нормально так теперь что касается евреев вот сегодня беженцы сюда так называемые нелегальные беженцы приезжают без паспорта а вот я заполнял антрак то есть такой контуит 42 страницы куда я прикладывал копию своего паспорта копию свидетельства о рождении копию паспортов моих родителей что они были немцы вы понимаете 42 страницы я прикладывал письменные заявления свидетелей которые подтверждали что я не просто немец но я еще соблюдаю немецкие обычаи и обряды более того я проверялся так как я журналист на то не писал ли я каких-то клеветнических статьей о Германии и немцах вы представляете это все рассматривалось год а у них до трех лет и потом только я ехал получал разрушение переехать сюда вот да это так для сравнения ну да для сравнения чтобы имели представление какое-то ну конечно я приехал и я работал и работаю я плачу налоги в отличие от всей этой публики которая сидит у меня на шее это понятно Саша извини все у нас закончилось наше время сегодняшнее конечно видишь начали за здравие окончаем за упокой но будем все-таки надеяться что не все потеряно потому что надежда то умирает последней да и я надеюсь во-первых еще не одну твою книжку получить вот так же встретиться в эфире как народной волны так и нашего телевизор тв-клуба континент на ютубе спасибо тебе и спасибо привет Трампу Трампу привет все передам обязательно такой парень хорошо будь здоров до сих пор до сих пор